Девушки отдыхают Просто выкидывают из квартиры с двумя маленькими детьми. Последний год я проживала в квартире бабушки с детьми со своими. Бабушка у меня ветеран войны, ей дали эту квартиру. Она хотела меня там зарегистрировать, прописать. Пришла в ФМС, бывший паспортный стол, но ей там сказали, что без согласия администрации можно прописать только детей, родителей, либо супругу супругу. А чтобы прописать меня, надо было писать специальное заявление администрации. Бабушка написала заявление, они сказали, что рассмотрим в ближайшие сроки. А, то есть я поняла. Если я правильно понимаю, то у нас администрация встала на буквальное толкование самой статьи жилищного кодекса, что можно без согласия наймодателя вселять членов семьи. А вы являетесь внучкой, и вы внучку не относите к членам семьи? Если вы мне представите слово, я выскажу позицию. Обязательно, не то слово. Пожалуйста. Вот, значит, месяц прошел, никакого ответа, и тут бабушка умерла. Потом ко мне заявляется представитель администрации, говорит, в общем, выметайся из квартиры, освобождайте жилплощадь. А мне идти, собственно, некуда, потому что сама-то я из детдома, мама у меня умерла, отца лишили родительских прав. Бабушку опеку не стала оформлять, но у нее был дом в Орловской области. Поэтому, когда выпустили меня из детдома, жилплощадью не стали меня обеспечивать, решили, что я и так обеспечена. Но к тому времени, когда я уже пришла к бабушке в этот дом, жить там стало невозможно. Это Орловская область, вообще называют собачий поселок. То есть фундамент там провалился, крыша то же самое. В итоге дом признали непригодным к проживанию. Бабушка написала заявление о том, чтобы ей предоставили квартиру как ветерану. Квартира была предоставлена, и мы вдвоем туда переехали. В общем-то, стали вести совместное хозяйство. А почему бабушка не приватизировала квартиру-то, скажите мне? Как-то нам было не до того, понимаете. У меня два маленьких ребенка. Да и квартиру тоже надо было там в порядок привести. Давайте так. Свидетельство о смерти бабушки. Раз. Ваше свидетельство о рождении. Два. Свидетельство о рождении ваших детей. Документы, по которым дом в Орловской области был признан непригодным для проживания. Решение, по которому выделялась квартира. Выписку из домовой книги. Копию финансового лицевого счета. И самое главное, отказ администрации о включении вас в число нанимателей по договору через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, Атвич, я вас слушаю. Ваша честь. Я как представитель администрации иск не признаю. И кроме того, предъявляю встречный иск о выселении ИСА из квартиры. Истец устраивает здесь комедию, цирк. Как устраивала в свое время в этой квартире бабушкиной. Приковывая себя наручниками в батареи, крича уходите отсюда. Это квартира моя и так далее. А куда мне было идти-то? Хотел бы обратить ваше внимание, Ваша честь, что квартира предоставлялась не просто бабушке-очереднику, но как участнику Великой Отечественной войны. Не очереднику, как участнику Великой Отечественной войны. Да, Ваша честь. И таких участников у нас еще немало осталось. И все они хотят иметь свою отдельную квартиру. Очень правильно хотят иметь. Какое отношение этот субъект, этот истец? Ой, пожалуйста, Атвеич, я вас прошу. Так, давайте без ваших оценок. Ваша честь, это не моя цена, это нормы закона. Статья 70-я из Величного кодекса говорит. Нет, вот тогда говорите статью 70-я. Статья 70-я причисляет к близким, к родственникам, супругу, родителей и детей. Нет, перестаньте. Если вы хотите цитировать, то не 70-я. Давайте процитируем. 69-я статья. Членам семьи и нанимателя жилого помещения по договору. Минуточку. Цитируйте, ответчик. Нет слова «близкие родственники». Как написано? Члены семьи? Относятся проживающие совместно. Я конкретно цитирую закон. Вот цитируйте. Значит, еще раз. Статья 69-го Жилищного кодекса. Членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Этот человек является внучкой. С какой стати работящая здоровая девица, вы меня простите, у которой, в частности, есть дом в деревне? Нет. Какой дом в деревне? Вы извините, почему все хотят жить в городе? Ответчик, меня не интересуют вопросы, которые вы задаете. Вот совершенно дайте по делу говорить. По делу я вам сказал. Не я придумывал нормы закона. Статья 69-й конкретно говорит. Я тоже не придумывала. Но знаете, любой закон имеет возможность толковаться. Вот эта норма так сформулирована, что она дает возможность толкования. Как вам это не покажется странным? Хотя там написано к членам семьи через запятую. А перечисляйте мне, пожалуйста, членов семьи нанимателя. Конкретно вот этого нанимателя? Нет. Умершего нанимателя. Перечислите мне членов семьи. У нее не было членов семьи, фактически. Была вот вручка. Была вручка. Вручка не является членом семьи. Что вы говорите? Не является? Вручка не является. Я же процитировал статью 69. Нет, нет, я поэтому... И кроме того, Ваша честь, вас ввели откровенно в заблуждение в этом заседании, например, эта сиротинка, которая вышла из детского дома и через год вышла замуж, и также очень скоро развелась. Да, развелась. Потому что меня муж бил детей и меня. А куда вы выкидываете? Ваша честь, эти дети благополучно зарегистрированы по месту проживания бывшего супруга. По суду дети остались с собой. У администрации нет оснований не доверять свекрови вот этого истца, а то, что она рада видеть детей. Быть зарегистрированы... И, минуточку, будем придерживаться конкретно требований законодательства. Значит, фактически проживать и быть зарегистрированным это разные вещи. Совершенно верно. Кроме того, регистрация детей по определенному месту жительства не порождает у мамы право пользования этим жилым помещениям. И до того момента, когда бывшая свекровь или бывший муж не дадут согласия на проведение регистрации истца по своей жилплощади, дети будут зарегистрированы. Но истец не сможет там появляться. Еще раз повторю. Регистрация детей по месту жительства одного из родителей у другого родителя не порождает право пользования. Этой жилплощадью, где зарегистрированы дети, хорошую ситуацию вы хотите создать. Мало того, что девочка, ее государство сначала, признав нечто... А я вот вам покажу. Вот это вот. Да, видел я этот дом. Да, видели? Пригодном для жилья сироты, которая вышла из детского дома, государство сначала не выполнило свои... Государство сначала не выполнило свои обязательства и не обеспечило сироту той площадью, которая ей была положена. После этого государство выделило, наконец, ветерану квартиру. И не потому что ветерану, а потому что дом развалился. И потому что указ президент подписал. А так бы никогда человек не увидел у нас эту квартиру. А теперь вы мне будете сказки здесь рассказывать. Ваша честь, он развалился, потому что в том числе в этом доме должна была жить эта хозяйка. И он развалился. Вместо того, чтобы здоровую девицу взять и отремонтировать дом, она претендует на квартиру, которая принадлежит ветерану Великой Отечественной войны. То есть вы считаете, что члена семьи определяет наймодатель, то есть администрация? Ваша честь, вы считаете закон и законодатель государства, которое принимает законы? Понимаете, думайте сами, член семьи. Не вообще кто, а именно член семьи. А у меня человек может быть, например, моим отцом, а я не считаю его членом семьи. Это мое решение. Или у меня может быть супруг, а я считаю его бывшим членом семьи. Правильно? То есть кто определяет, кто член семьи? Наниматель. Наниматель – ответчик, а не наймодатель. Наниматель. И он определяет вот этот кровный родственник. Или если у нас членство в семье основано на семейных отношениях, не на кровном родстве, я определяю, кто мне член семьи, а кто нет. Поэтому есть такое понятие, как бывший член семьи. Поэтому есть такое понятие, как утрата семейных взаимоотношений. Поэтому законодатели вводят такие понятия. Ненаемодатель, наниматель. Ваше заключение не через судебного пристава. Вы просили свидетелей? Да, если можно. Пригласите, пожалуйста, свидетелей СТА. Свидетелей СТА, пройдите. Здравствуйте. Я Сафонова Елизавета Юрьевна. Я соседка Машиной бабушки. И хочу подтвердить, что последний год Маша со своими детьми проживала с бабушкой. А насчет коммунальных платежей баба Аня, то есть Анна Семеновна, сама сказала, что она платить все будет. Потому что ей уже и лет прилично, 89 было. У нее и надбавка за возраст, и надбавка за военные заслуги. То есть пенсия у нее большая. Вообще с книжки удобнее было перечислять. И она поэтому сказала, что она сама будет за коммунальные платежи платить. А жаба эта, свекровь Машина, она приходила несколько раз. И все соседи Машеньку покрывали. А когда свекровь Машина пришла вместе с органами опеки, то я даже Машеньку у себя в квартире прятала. У нас тамбур на две квартиры. И знаете, когда звонок в дверь, я приходила и спрашивала, кто там. И если кто-то не свой, я быстренько Машеньку прятала. А если кто-то из своих, я говорила, все, тихо, спокойно, отбой. И уже как бы там дальше шел разговор. А прятали зачем? Чтобы не произошло обследование жилищных условий? Она просто мне угрожала. Типа, я тебе жизни не дам, верни мне внуков. Почему-то я считала, что... Ваша честь, не хотелось говорить. Истец вообще к любовнику после развода ушла от жизни. К какому любовнику? Она вообще никогда не проживала у этой бабушки. И детей-то, наверное, свои глаза не перейдет. Где работает? К любовнику я с двумя грудными детьми... Подождите, истец. Может, у ответчика такое представление о любовных связях. Скажите, пожалуйста, где работает ваша бывшая свекровь? Она работает завхозом как раз вот в администрации города. Работает? Откуда ответчик. Ответчик работает? Ответчик работает? Ваша честь, это не имеет отношения к Росфанелу. Это с вашей точки зрения, а вы обязаны отвечать. Будет хуже. Ваша честь, в штатах расписание находилось. Ответчик еще раз будет хуже. Ну, хуже будет, работает. Понятно. Пожалуйста. Ваша честь, и баба Аня говорила, что свекровь, вот Машина хочет детей забрать. Поэтому вот мы Машеньку-то и прятали. И вообще все соседи покрывали Машу, знаете, так как бы прятали. А Машенька вообще молодец. Она во время своего недолгого замужества к бабушке приходила. И полы ей мыла, и в магазин ходила, и обед готовила, и книжки ей читала. Вы знаете, вот любая бабушка позавидует такой мужке. Нет, нет, нет. Я поняла. Спасибо вам большое. Спасибо вообще за то, что вы просто пришли в суд и выступили на стороне ИСЦА. Хорошая схема такая, да. Сейчас мы выселим ястицу. Дальше у нас органы опеки подключаются. Проверяют жилищные условия. Жилищных условий нет. Ну, конечно, не будут ставить вопрос о лишении вас родительских прав. Сложновато. А вот по определению места жительства детей совместно с папой, безусловно. Суд удаляется от принятия решений. Суд задушев исковые требования ИСЦА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, рассмотрев все представленные документы и доказательства, что-то вы, ответчик, погрустнели, опросив свидетелей со стороны ИСЦА, первоначальный иск удовлетворяет и признает внучку членом семьи ее бабушки. Суд признает за внучкой право пользования на жилой площади, ранее занимая ее бабушкой, по договору социального найма. Суд выносит решение об обязании ответчика заключить с истицей договор социального найма. В иске о выселении суд отказывает. Суд признает внучку членом семьи ее бабушки, потому что внучка была фактически вселена бабушкой, являющейся нанимателем в качестве члена ее семьи и совместно с ней проживала в квартире, которую бабушка занимала по договору социального найма. Это подтверждается заявлением бабушки, поданным в местную администрацию, о разрешении на вселение внучки в качестве члена ее семьи. Также подтверждается, что ИСЦА совместно с проживала с бабушкой в качестве члена ее семьи и свидетельскими показаниями. Проживая в квартире совместно с бабушкой, ИСЦА добросовестно выполняла обязанности по договору социального найма, производила текущий ремонт квартиры, поддерживала надлежащее состояние жилого помещения. При решении вопроса о признании за внучкой умершей права пользования на данную квартиру, суд учел, что ИСЦА фактически является нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет право на предоставление ей жилого помещения по договору социального найма. Потому что жилый дом, в котором она имеет право пользования, отвечает установленным для данных помещений требованиям, а именно признан непригодным для проживания. Бабушка решила, не имея больше никаких членов семьи, не имея поименованных в законе, что внучка для нее член семьи. И обращается к вам заявлением. Прошу включить в состав договора социального найма в качестве нанимателя, не вообще зарегистрировать, а в качестве нанимателя как члены моей семьи. Она определила, что это член семьи. Истец, кроме того, по всем показателям, может быть, признана нуждающаяся уже в предоставлении. У нее двое несовершеннолетних детей. А я считаю, что задача государства и всех ветвей власти, включая судебную власть, стоять на защите интересов граждан, сирот, имеющих несовершеннолетних детей, ведущих нормальный образ жизни, занимающихся воспитанием детей, поставленных в сложную жизненную ситуацию, когда они не могут самостоятельно приобрести себе жилье. И поэтому я считаю необходимым выделить в отдельное производство и передать в правоохранительные органы все материалы по данному делу для того, чтобы была предпринята и проведена служебное расследование в отношении выяснения вопроса от предвзятости при принятии данного решения, поскольку суд усматривает здесь наличие определенных коррумпированных связей, которые существуют в вашей администрации. Это моя точка зрения. И я поэтому буду просить правоохранительные органы, чтобы они с этим вопросом разобрались. Истец, живите. Истец и ответчик, суд огласил свое решение. Еще раз большое вам спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Все это дело – это происки моей свекрови. Слава богу, что судья в этом разобралась. Городская администрация не придумывает законы. Она их исполняет. В суперзаконную силу решения суда. Будем исполнять и это решение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...